МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». Об основных событиях понедельника и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Реконструкция дорог и строительство социальных объектов – главные вопросы еженедельного совещания главы Чуваши с правительством. На ремонт и реконструкцию дорог федерального, республиканского и местного значения выделено более 7 миллиардов рублей. Сейчас завершается ямочный ремонт на большинстве дорог. С наступлением теплых дней специалисты сменили и технологию. Если с февраля работали с холодным асфальтом, то в середине апреля уже применяют литой асфальт. Министр дорожного хозяйства Михаил Ленковский заметил, «Несмотря на работу, техническое состояние дорог оставляет желать лучшего». Работа по капитальному ремонту автомобильных дорог, то у нас в Дорожном фонде подусмотрено 751 миллионов рублей. Мы планируем отремонтировать 94 километра дорог. В столице тоже предусмотрен большой объем ремонтных работ. Ямочный ремонт на центральных улицах будет завершен к 9 мая, на второстепенных – к 1 июня. В 2013 году на капитальный ремонт дорог в Чебоксарах из местного бюджета предусмотрено 115 миллионов рублей. Предусматривается начать строительство и реконструкцию четырех объектов, в том числе улицы композиторов Воробьевых, проспекта Лейна, Московского проспекта. Большой объем работ запланирован на проспекте Ивана Яковлева. Должно сделать или принять управленческие решения так, чтобы минимизировать пробки. Работа, значит, в ночное время придется, никогда час пить. И базовый проезд сейчас не завершен, и там параллельно будет. Какие вот транспортные потоки, откуда чего будете отправлять, у вас вся информация есть, но здесь надо грамотные управленческие решения принимать. Это первое. Второе, значит, по ямочным ремонтам тоже, где наиболее такое оживленное движение, это надо тоже делать в нерабочее время, когда меньше транспорта. Температура сейчас ночью позволяет практически, плюсовые будут. Там нет, я думаю, никаких проблем. Алексей Табаков сообщил, что по республиканской адресной инвестиционной программе планируется выделить более трех миллиардов рублей на строительство более 20 объектов, среди которых детские сады, школы, дом культуры, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные объекты, сети электро- и водоснабжения. Сразу одно утверждение. Мне докладывали, Владимир Николаевич, что в этом году будем вводить 11 детских садов. Куда выпал один детский сад? Не один, а два детских сада. Выпал это переходящий, значит, парнас, который строит Гладково и Кугесси. Они не учились здесь. Понимаешь, вы сейчас два государственных министра, очень спокойно отвечаете на этот вопрос. В бюджете средства предусмотрено, садик не достраиваем, опять называете парнас. Дети не могут идти в детский сад, значит. Аукционы проводили, соблюдая законодательство. Я говорил несколько раз, вот два детских сада, вот здесь, плюсом должно быть, соответствующие комментариями. И надо достроить. В ином случае, вы вместо строителей пойдете работать. К работам на некоторых объектах уже приступили. На некоторых идут торги. Глава Чувашии просил назвать фамилии подрядчиков там, где идет задержка строительства. С недостаточным темпом строительства здесь также присутствуют объекты Министерства образования Чувашской республики. С основанием от графика ведутся работы на строительстве дошкольного образовательного учреждения в поселке городского типа Буинске, Бресинского района. Кроме констатации фактов, как министр, как координатор всех этих работ, когда опять высвечиваете, в трех дошкольных образовательных учреждениях уже срываются графики. Друзья, констатировать это хорошо. В дальнейшем принимайте меры. По объекту реконструкции здания по улице Лобачевского в городе Козловке подрядная организация Монт-стрит. Ну, а, соответственно, по поселку Кугеси это Парнас. Михаил Игнатьев заметил, что деньги из бюджета выделяются. Сроки запланированы. Со всеми, кто эти сроки срывает, речь о дальнейшем сотрудничестве не идет. Будем прощаться, заключил глава Чувашии. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Кто это? Руководители профильных министерств сегодня обсудили работу многофункциональных центров, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Говорили также о ходе приватизации муниципального имущества и ремонте дорог. Совещание при главе Чувашии прошло в режиме видеоконференции. На связи онлайн были главы администрации районов Республики. В Чувашии в первом квартале многофункциональные центры приняли почти 60 тысяч обращений. В этом году на развитие сети МФЦ предусмотрено 5 миллионов рублей. Еще миллион поступит из федерального бюджета. На эти средства запланировано построить еще 6 районных МФЦ с 18 окнами. Они появятся в Батаревском и Бресинском, Козловском, Комсомольском, Шумерлинском и Шумуршинском районах. В столице центры работают полноценно уже давно. Хорошие результаты работы показывают еще три муниципалитета. Однако работать еще есть над чем. На сегодняшний день у нас функционирует и действует 11 МФЦ. При этом хотелось бы выделить, наверное, тот факт, что наиболее активно действует МФЦ в Цивильском районе, Чебоксарском районе и Красночитайском районе. Именно здесь предоставляется большое количество государственных услуг через эти организации. Центры в Канаше, Канажском и Вурнарском районах хоть и есть, но полноценно пока не работают. Это создает проблемы в предоставлении гражданам полного объема государственных и муниципальных услуг. Главную цель, которую отмечают в правительстве, обеспечение 90% населения по предоставлению госуслуг. Это должны обеспечить 28 МФЦ и 232 окна привлекаемых организаций. К 1 июля планируется создать 120 привлекаемых организаций. Для этого в качестве базы выбраны модельные библиотеки. При обращении привлекаемых организаций в многофункциональный центр, соответственно, принимать от них документы первоначально в электронном виде, чтобы сотрудники принимали и, не дожидаясь оригинальных документов, приступили к оказанию муниципальной услуги. Ну а, соответственно, после получения выполнили все необходимое дело производства. Электронное правительство есть, действует, и, как отмечает Мининформполитики Чувашия, на сегодняшний день у нас зарегистрировано чуть больше 17 тысяч пользователей, которые совершили 30 тысяч запросов. По оценке экспертов, муниципальные и государственные услуги электронного формата в республике приживаются, но в то же время развиваются тяжело. Специалисты, которые занимаются межведом, электронным межведом, они сами неактивно пользуются ЕГПО, что имеется в виду. То есть порядка 10% мы направили письма и ведомства, и муниципалитеты с просьбой проинформировать нас, какое количество ваших сотрудников зарегистрировано на едином портале госуслуг. Михаил Игнатьев отметил, что сотрудникам, которые оказывают муниципальные и государственные услуги, необходимо объяснять, что новые электронные взаимодействия не являются камнем преткновения, а наоборот способствуют более оперативной работе. Эти информационные технологии снижают бюрократические, во-первых, проволочки. Во-вторых, на сегодняшний день разные вопросы коррупции тоже они практически отпадают. Министр имущественных и земельных отношений отметила, что работа по приватизации госимущества ведется относительно слабо. За пять лет муниципальных унитарных предприятий сократилось в два раза, но приватизированы были лишь восемь. Остальные ликвидированы посредством банкротства и зачастую закрываются даже действующие предприятия. Мы потому что не понимаем, почему ликвидируются муниципальные предприятия, которые сегодня осуществляют деятельность, если даже за ним не закреплено имущество. Предлагаем его приватизировать, и, соответственно, будут сохранены и рабочие места, и бизнес-единица. И, соответственно, если не закреплено имущество, то стоимость пакета у него недорогая будет. Соответственно, могут выкупить его и сам коллектив. Такие примеры у нас в республике есть. В кратчайшие сроки глава муниципалитета стоимость пакета у него недорогая. Выкупить его и необходимую документацию с подрядными организациями. Хороший пример – Янтиковский район, где конкурс выиграл Чуваш Автодор, и по проектно-сметной документации смогли сократить стоимость работ на 9 миллионов. Сэкономленные средства руководство района планирует направить на ремонт дороги в райцентре. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. Совещания в формате видеоконференции будут проводиться регулярно. Глава Чувашии заметил, что такое общение позволяет не только экономить время и деньги, но и решать возникающие проблемы более оперативно. К другим темам. К концу 2014 года практически у каждого жителя Чувашии появится возможность пользоваться цифровым эфирным телевидением. Как идет его внедрение в регионах России, какие каналы войдут в телепакеты, и другие важные вопросы обсуждали на круглом столе по IT-технологиям в Нижнем Новгороде. Все чаще можно услышать фразу «Я не смотрю телевизор». Это стало даже модным. По последним данным, три ведущих канала России, первые в ГТРК и НТВ, потеряли 10% аудитории. Новости люди уже привыкли получать из интернета. Большую популярность набирают передачи, так называемый тяжелый контент. Время диктует переход на цифровое вещание. Это подразумевает в первую очередь высокую четкость и интерактивность. Так вот, если еще раз вернуться к определению цифрового телевидения, то оно тоже фактически многофункционально. Потому что одна из задач, которую мы сейчас с вами определили, это создание единого информационного пространства плюс ликвидация информационного неравенства. Другая задача – это гарантированное, бесплатное теле-радиовещание. Теперь каналы объединяются в мультиплексы – единые цифровые пакеты. В первый мультиплекс вошли те каналы, которые указом президента отнесены к статусу общероссийских, обязательных, общедоступных. О-о-о. Ну, понятно. Во второй мультиплекс вошли каналы и полугосударственные, и откровенно коммерческие. Ну, открывает список, допустим, ТВ-центр, учредителем которого является правительство Московской области. А дальше список, там, откровенно коммерческие каналы, да, СТС, ТМТ-то. В третий мультиплекс попадут 10 каналов. Четыре региональных, два-три канала федеральных, не попавших в первый и второй мультиплексы, и каналы высокой четкости. Все претенденты должны подать заявки, чтобы попасть в третий мультиплекс. Однако ни один регион этого пока не сделал. Все ждут формирования первых двух. Цифра сегодня в дом приходит у нас по различным каналам. Это интернет-телевидение, это и кабельное, и спутниковое телевидение. Поэтому все это в совокупности серьезно расширяет возможности для зрителей и в выборе каналов получения сигнала, и дополняются интерактивные возможности. Углубляясь в технические проблемы нельзя забывать. Потребителю неважно, как доставить телевизионный сигнал. На телевизор, компьютер, телефон или планшет значение имеет лишь качество. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. С 23 по 26 апреля 2013 года на территории Чувашской Республики будет проходить комплексное учение с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров. Во вторник, 23 апреля, в Чувашии пройдет очередная проверка региональной системы централизованного оповещения населения. Предупредительный сигнал «Внимание всем» прозвучит в 9.00. О начале тренировки гражданской обороны известят установленные на улицах сирены и громкоговорители, а также каналы радио и телевидения. Тревога будет учебной. Жители республики просят соблюдать спокойствие и не прерывать своих занятий. В субботу в Чебоксарах завершился 17-й международный балетный фестиваль. Премьера балета – выступление маринских солистов в Дон-Кихоте, концерт виртуозы мирового балета, гала-концерт. Такая насыщенная и разносторонняя программа фестиваля сделала его одним из самых ярких культурных событий. В заключительном гала-концерте вместе с нашими солистами приняли участие звезды из Москвы, Петербурга и Казани. Чебоксарский фестиваль объединяет ценителей искусства балета уже 17 лет. Спектакли, концерты, горячее обсуждение балет не оставляет равнодушных. Зрители наслаждаются, руководство театра строит дальнейшие планы, артисты набираются опыта и общаются между собой. Нынешний фестиваль собрал небывалое количество приглашенных исполнителей. Мы репетируем, вместе встречаемся в гримерках, иногда обедаем, встречаемся после репетиции, разговариваем. То есть идет общение очень хорошее. То есть там у них знакомые, общие знакомые, у нас там как-то так все происходит, потому что артисты балета, они практически семья. По традиции праздник балета завершился гала-концертом. В программе гармонично сочетались номера классической и современной хореографии в исполнении солистов Большого и Мариинского театров, Театра Русский балет и Казанского оперного. Многие из приглашенных не в первый раз приезжают на фестиваль. Я в Чубаксарах уже третий раз. Конечно, мне очень приятно, что меня приглашают. Я приезжаю сюда с большим удовольствием, принимаю участие в гала-концертах. Мне очень нравится приезжать в Чубаксары, потому что видно, смотрю на ваших артистов, которые принимают с нами участие. Вижу их творческий рост, вижу их потенциал, вижу, что они все хотят работать. Они прямо вот горят на сцене, это очень приятно. Приятно видеть, что есть единомышленники. Приятно приезжать в Чубаксары, потому что ваша замечательная публика так горячо, так вообще нежно принимает, что вот просто большое спасибо. Это большая редкость, когда публика действительно искушенная в балете. Не просто приходит, вот как на какие-то концерты, а видно, что она приходит, все время посещает ваш театр. Видно, что она воспитана на очень высоких классических, так сказать, потенциалах. Чубаксарские солисты по уровню мастерства и артистизма успешно конкурировали со столичными коллегами. Номера в постановке Данила Салимбаева и Лены Емешевской завораживали интересным языком хореографии и драматургии. Данила Салимбаева и Лены Емешевской Благодаря фестивалю репертуар театра пополнился еще одним спектаклем. Это Труфальдино «Слуга двух господ». Интересный красочный балет открыл фестиваль. Он будет вновь показан в мае. Спектакль идеально подходит для семейного просмотра. Чем хорош? Тем, что на него можно ходить всей семьей. То есть интересно будет и взрослым, и детям увидеть еще раз этот известный сюжет итальянский на балетной сцене. Еще чем хороший спектакль, тем, что в нем все-таки три пары солистов. То есть и театральным актерам есть что потанцевать, артистам балета. Поэтому я желаю спектаклю долголетия и войти в репертуар, и достойно быть исполненным. Фестиваль завершен, но работа продолжается. В театре уже строят планы на следующий международный балетный форум. Сергей Фишер, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах в эти выходные выбрали серебряный голос Чувашии. Именно за это звание сражались участники ежегодного фестиваля Кемель-Саза. На одной сцене встретились эстрадные исполнители из восьми разных регионов и даже Белоруссии. Изначально на победу претендовали более 40 человек, а в финал вышли самые лучшие. В том числе и журналист национального телевидения Светлана Алекимова. Какой увидели ее на сцене коллеги в нашем сюжете. Фестиваль Кемель-Саза для многих стал заветным билетом на большую эстраду. Участница прошлогоднего конкурса сейчас активно выступает на концертах вместе с известными чувашскими певцами. Звездами в будущем могут стать и они. Серебряный голос вот уже в 14-й раз собрал на одной сцене молодые таланты. Победа для них еще за горами. Впереди отборочные этапы. Лучшую песню на этом фестивале выбирают профессионалы, композиторы, известные исполнители и поэты. На гала-концерт попадают только лучшие из лучших. Шикарные наряды и красивая актерская игра далеко не главные условия. Серебряный голос должен звучать вживую, без фонограммы. Даже для некоторых звезд чувашской эстрады это становится непосильной задачей. У нас проблема в том, что действительно мы, ну многие, будем говорить так, живым голосом не поют и нет роста. Это проблема для вокалистов вообще. Тем более для вокалистов, которые учились, учатся. Я считаю, если человек выучился, будем говорить профессиональный певец, должен обязательно петь живым голосом. Финал прошли только 18 человек. Гала-концерт, музыкальная дуэль, которая решает все. Один из эффектных номеров на сцене ведущая национального ТВ Светлана Аликимова. На баяне ей аккомпанировал супруг, тоже профессиональный музыкант. Именно он написал аранжировку к этой песне. Мотивы и слова народные. Исполнить такое могут далеко не многие чувашские певцы. Свете даже приходилось поднимать свой голос с низшей на верхнюю октаву. Почти как и зарубежные звезды. Песня моя называется «Каэром Варамана», что в переводе на русский язык означает «Пошла я в лес». Но не просто так. Песня как бы непростая. Это гимн нашей семьи. Получается, мы же не давые чулаши и соседствуем с лесами, с речками и так далее. И как бы через эту песню наш народ благодарил лес за дрова, за воду, за все, за все, за все. И я хотела проэкспериментировать, смогу ли я двигаться и в то же время петь, как Шакир или другие звезды. На фестивале Света стала настоящей любимицей публики. Зал ей долго аплодировал. Награда достойная, приз симпатии от зрителей. Грам-при Кемель-Сасов в итоге достался тоже представительнице Чувашия Ксении Сергеевой. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь, а впереди вас ждет блок полезной информации. Времена, когда злоумышленников пугала надпись «Осторожно, злая собака» давно прошли. Теперь на страже «Покой и порядка» стоят профессионалы и новые технологии. Частная охранная организация ОКО обеспечивает безопасность как квартир горожан, так и крупных фирм, предприятий и организаций. Один из видов деятельности – организация физическая охрана. Это значит, что на входе в здание посетители будут встречать квалифицированные, обученные дежурные. Здравствуйте. За время дежурства происшествий не было. Видят охранники не только то, что творится у входа. Благодаря системе видеонаблюдения они могут просматривать ключевые точки здания и знают, какие действия предпринять в случае угрозы. Для того, чтобы поступить в охранную организацию, нужно было пройти подготовку специальную, которая проходила в течение целого месяца. Сдали экзамены, получили удостоверение, а потом вот уже заступили на службу. Ну а там, где внимательно глаз охранников недостаточно, безопасность можно обеспечить при помощи пультовой охраны или, другими словами, охранной сигнализации. Организация ОКО занимается установкой и обслуживанием подобного оборудования. Такая сигнализация спасет, к примеру, от пожара. Чуткие датчики заметят задымление и передадут сигнал на специальное устройство. Подать сигнал бедствия могут и сотрудники охраняемых объектов с помощью тревожной кнопки. Сигнал мгновенно поступит на пульт дежурного. Если приходит сообщение о тревоге, мы высылаем группу реагирования на объект. У нас все должно передаваться группе реагирования в течение одной минуты, желательно быстрее. Двое парней забежали в магазин, схватили бутылку коньяка и убежали туда. Отличает организацию ОКО индивидуальный подход к клиентам и гарантии надежности. Для помещения, где выставляется физический пост, мы для своих сотрудников устанавливаем кнопку тревожной сигнализации для того, чтобы вызвать оперативную группу. Устанавливаем видеонаблюдение для того, чтобы наш охранник, который находится по охране этого объекта, мог наблюдать за периметром помещений, либо за отдельными объектами, где устанавливаются видеокамеры. Это производится за счет нашей организации. Другими словами, ОКО надежно присмотрит за вашей безопасностью и сохранностью вашего имущества. Как говорится, обратись в ОКО и спи спокойно. Будем работать, покажем хорошие результаты. Спасибо. В прошлом году «АллатР» вошел в федеральную программу развития моногородов и получил финансирование из Москвы. Город сейчас активно развивается. Жители стали чаще делать вклады и брать кредиты. Появляются малые и средние предприятия, которым нужна помощь в развитии бизнеса. Нужны финансы. Цифры видны налицо, потому что именно даже в первом квартале этого года основные промышленные предприятия у нас увеличили свои объемы. Чуваш Кредит Промбанк в республике себя зарекомендовал давно. В Чебоксарах и других районах Чувашии уже работают 9 его филиалов. Для 10-го выбрали самый отдаленный от столицы город. Банки должны быть ближе к своим потенциальным клиентам и за счет внедрения новейших технологий, и за счет сокращения дистанции. Кредит Водопофис – это приближение банка к своему клиенту. В настоящее время банк старается быть все более и более удобным, все более и более комфортным для своих клиентов. Чуваш Кредит Промбанк – крупнейший самостоятельный банк республики, уже больше 20 лет участвует в реализации социально значимых проектов правительства Чувашии. Для алатарских бизнесменов это означает прямой доступ к льготным ресурсам и госпрограммам. Для рядовых граждан – возможность получать услуги там, где они живут, в зоне комфорта. А освоение новых территорий, расширение своего присутствия на рынке банковских услуг – показатель динамичного развития и здоровой конкуренции. Количество банков, которые увеличиваются, вошли к нам в виде дополнительных офисов, создает некую конкуренцию между банками, которая как раз и движет развитие предоставления более качественных услуг. Беседуя с предпринимателями, с руководителями предприятий, я вижу, что они действительно выбирают, какой банк выбрать. Для пользователей банковских услуг важно, чтобы финансово-кредитные институты работали без сбоев и в кризисные, и в динамичные моменты развития экономики. Чтобы был быстрый доступ к длинным и коротким деньгам, мобильность и умение грамотно реагировать на требования рынка. Как показывает практика, именно самостоятельные региональные банки в состоянии уверенно развивать свой бизнес и помогать другим. Ольга Петрова, Анна Бойцова, Михаил Солин.